привет народ я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас с вами будет ролик подведения итогов мы прошли весь тихий океан от панамы до индонезии сейчас мы находимся в индо пасифики и я считаю это прекрасная возможность подвести итоги и мы сегодня будем разговаривать а вернее я вам буду рассказывать свое мнение про все все острова тихого океана южный пасифик начиная с панамы и заканчивая индонезией готовы погнали ну что выходим из панамы и идем на las perlas после этого 1000 морских миль заходим на галапагосы а дальше три или три с половиной тысячи миль зависимости от ветра жесткенького офшора хотя не очень жесткенького это тихий океан иногда бывает и спокойный и заходим на первую точку на которой можно немножко передохнуть это маркезы далее туомоту и после туомоту на острова сообщества то эти бора-бора и двигаемся дальше на кука island после кука идем на ньюи и через тонга идем на минерва риф после минерва риф опять небольшой оффшорчик и заходим в новую калейдонию и опять оффшорчик и поднимаемся уже наверх на попуа новую гвинею в порт морсби проходим torres straight и мимо австралии заходим в туал индонезия и того 10000 морских миль итак путешествие наше началось в панаме и с нее мы начнем острова las perlas это великолепное место на тихоокеанском побережье с большими приливами и отливами здесь если вы уже находитесь в панаме я бы рекомендовал остановиться на пару месяцев если есть возможность подождать сезон который обычно начинается в середине марта и заканчивается в начале мая когда начинает ветер дуть в противоположную сторону и вы тогда сможете выйти уже дальше в сторону галапагос но las perlas это то место которое нужно обязательно посетить необитаемые острова в панама сити есть хороший провиженинг и все сервисы для того чтобы подготовить вашу лодку длинному переходу и раз вы уже лодку приготовили потрудитесь потратить немножко времени чтобы походить по этим великолепным островам а дальше мы выдвигаемся из панамы и спереди впереди нас ждет одна тысяча миль и мы приходим с вами на галапагосы простой переход если вы это делаете в сезон и очень непростой если вы сезон пропустили потому что как минимум вам придется моторить если вы делаете это в межсезонье и как максимум вас будет ждать встречный ветер и так как он там достаточно жесткий и раздувает весь тихий океан вам придется рубиться против ветра а это ничего комфортного плюс большие нагрузки на лодку на такелаж на паруса и нужно понимать что на галапагосы вы можете зайти не обязательно в целом виде побывав на галапагосах я могу сказать что в следующий раз я бы туда не заходил потому что галапагосы это дорого оформление только paper work только чекин на галапагосах вам обойдется где-то в районе двух с половиной тысяч американских долларов при этом вы будете стоять постоянно в одном месте перемещаться можно только если вы оплачиваете там какой-то еще дополнительный cruising permit ничего делать самостоятельно нельзя только использовать местных там таксистов кого угодно но вы сами не можете использовать вы можете наверное если у вас четырехтактный мотор если двухтактный мотор там это храм на галапагосах очень много ограничений которые на мой взгляд являются тем стопором который ну если выходишь выходе пока я тут рассказываю вам про весь тихий океан он там у нас плавает русалка сзади которая что-то смотрит под водой видите как вода из нее летит значит что-то впечатлилось и долго была под водой в общем такой вот у нас здесь отдых мы стоим уже в индонезии в общем давайте сейчас пройдемся по галапагосом плюсы и минусы и так плюсы великолепная природа большое биоразнообразие птицы и игуаны шикарный подводный мир куча дайвинга и много всего интересного действительно если вы уже решили зайти и провести время на галапагосах то уделить время этой природе которая настолько уникальная и так уникально окружает вас вокруг естественно нужно но если мы посмотрим на минусы которых реально большое количество например то что во первых это дорого чекин на галапагосах стоит безумных денег и при этом вы имеете массу ограничений в том что вам практически ничего нельзя делать далее если вы хотите поменять локацию то вы это можете делать только при оформлении cruising permit а и есть всего несколько мест где вы можете стоять и вы не можете просто прийти и бросить якорь где вы хотите вы будете всегда под присмотром кого-то и вам придется также пользоваться сервисом только местных такси потому что никуда сами вы поехать не можете дайвинг самому нельзя снорклинг только если я даже не знаю где ну туда как-то надо попасть то есть вы можете все равно в любом случае будете нанимать какого-то местного гида по провизженингу в принципе все более менее окей ресторанчики есть то есть это все-таки туристические места какой-то минимальный уровень там лаундри на берегу это тоже все есть но это как бы не компенсирует общего общего к общей концепции галапагос ну что с галапагосами понятно напоминаю что галапагос это эквадор а эквадор находится на экваторе то есть мы сейчас пересекаем с вами экватор и движемся вниз движемся на юг нас ждет увлекательные три тысячи миль после галапагос либо 4000 морских миль если мы начинаем мерить наше расстояние с панамы и мы с вами приходим на первые острова французской полинезии на маркезы у меня кстати поправляли видео почему маркезы они маркизы я не знаю потому что маркезами их называют так все и все что я слышал везде маркезы поэтому если в вашем мире принято маркизы можете их называть так но я называю так как принято у нас в последний раз когда я был на маркезских островах я заходил на ну кухива это столица маркез а если брать прошлую кругосветку то я был на хива оа в принципе это два больших острова основных острова на которых все приходится когда вы заходите маркезы это великолепный стоп если вы переходите тихий океан потому что за четыре тысячи миль даже за три тысячи которые идут между галапагос и маркезами вы очень сильно устаете хотя принципе пасифик достаточно такой нежный океан и много проблем он вам не составит но тем не менее трешечка это 20 дней это достаточно сложный большой переход вам хочется отдыха так вот сейчас мы попадаем что на ну кухива что на хива оа и мы попадаем в бухты которые очень плохо защищены от свела от океанического слова который начинает приходить в эту бухту этот сезон который является хорошим для перехода он является тем когда вас начинает наваливать этим словом и вы стоите на якоринге у вас вот эта мачта хлопает с двух сторон по воде вы катаетесь по кровати в общем спать у вас не получается великолепная природа снимался king kong между прочим здесь вот эти вот великолепные острова с высокими шапками и совсем очень красиво если вы попадаете внутрь на трейл там можно сходить на водопады можно посмотреть на красоты природы с красивыми видами великолепная бухта в общем вот такой nature adventure такой природный природное развлечение когда вы можете пойти куда-нибудь в гору в горы и посмотреть это как раз здесь с точки зрения яхтинга это конечно полный отстой потому что даже заправить газовые баллоны это у вас будет вызывать очень большие затруднения не говоря уже про какие-то сервисы которых практически на маркезах нет все что вы можете если у вас аварийно вы можете заказать конечно стоите и она когда-нибудь к вам приедет но это все очень дорого очень долго продукты безумно дорогие алкашка вообще просто очень дорогая и самое главное что все эти острова очень зависимы от supply ship то есть корабля который привозит провизжение к продукцию на эти острова и бывает такое что вы не можете купить там то что вам надо какого-то там не знаю элементарно яиц вы просто не купите и вообще в магазине если supply ship раз в неделю не приезжает то будет просто пусть будут просто пустые полки это же касается там топлива или масло ну в общем даже достаточно базовые вещи очень сильно зависят от supply ship лично для меня маркеза это просто техническая остановка которую я бы избежал и шел дальше потому что дальше ждут великолепные места но через три тысячи морских миль вам хочется просто зайти в барчик и выпить баночку пива это реально хорошее место чтобы постоять отдохнуть ну плюс делать чекин на островах французской полинезии потому что это порт of entry идем дальше спереди нас ждет одна тысяча морских миль и мы попадаем на острова туамоту туамоту это атоллы со своей особенностью но тем не менее вы уже попадаете в совершенно другой мир совершенно комфортный там где уже нету такого вот жесткого моря нету такого утра все когда вас колбасит вы можете идти по ровной воде потому что вы уже заходите в акваторию которая закрывает вас от океанического свела своими тысячами атоллов которые такие великолепные ну давайте про это рассмотрим сейчас более детально великолепные атоллы с ну атолл вы понимаете что это просто такая песчаная коса на которой торчит три пальмы и в принципе все многие атоллы такие как факара во например они заселены там есть небольшие деревушки и вы можете там стоять рядом с ними из того что там делать кайтинг снорклинг пеший туризм по атоллам потому что они обычно большие много десятков морских миль в длину и вы можете найти чем заниматься потому что место для ваших водных развлечений будет огромное количество но давайте рассмотрим сейчас плюсы и минусы если мы берем плюсы ровная вода очень комфортно стоять если правильное направление ветра к этому мы сейчас вернемся много мест которых вы можете кайтить в общем огромное количество water sport activities вы можете нырять с акулами со скатами ловить рыбу охотиться на рыбу общем все что связано с подводным времяпрепровождением здесь все великолепно теперь минусы очень сложная навигация потому что хотя в navionix и более-менее все покрыто плюс-минус окей то приливы и отливы здесь это проблема потому что прилив на отливные сайты которые показывают информацию они мы не нашли ни одного на который можно нормально ориентироваться допустим на факарабе окей то на каком-то соседнем а то ли уже совсем все не окей навигация внутри много мест несмотря на то что навигационные каналы вроде прописаны на этих навигационных каналах есть какие-то такие бомбис которые не прописаны и вы можете идти просто в них там удариться килем и вы не сможете ничего здесь делать то есть только внимательно смотреть а отолы эти огромные 40 50 миль и все это вот целый day trip вы должны сидеть вот так вот на носу и внимательно смотреть вперед чтобы видеть что происходит далее если начинает дуть ветер вы стоите например на юге начинает дуть северный ветер то за 30 50 миль а то разгоняет такую жуткую волну вы будете просто стоять как на океаническом свеле поэтому нужно внимательно смотреть прогноз погоды потому что скрыться внутри атоллах атоллов некуда и вы будете смотреть выбирать погоду и если вы видите что через два дня ветер меняется с севера на южный то вам нужно будет менять берег там уходить на противоположные внутри атолла то есть вы будете постоянно на контроле с погодой и постоянно нужно быть готовыми что вам придется быстро сваливать supply ship приходит также один раз в неделю и эта проблема потому что на заправках через два дня нету не топлива ничего также нельзя купить не яйца то есть в общем supply ship пришел два дня вы еще можете что-то купить потом вообще даже гнилых корешков в магазине не найдете топливо точно также supply ship уехал два дня топлива есть и вот так живут все атоллы ну и там лукашка дорогая 6 баночек пива стоит 25 американских долларов поэтому нужно понимать что стоять на атоллах можно но дорого атоллов огромное количество сотни если не тысячи и вы можете проводить там столько времени сколько вашей душе угодно поэтому туомоту очень интересное место и собственно туда приходят люди из society island это таити и вся вот эта гряда островов когда начинается сезон ураганов хотят тоже таити например не сильно цепляет но люди уходят на туомоту потому что туомоту более защищены они находятся вне пояса ураганов поэтому туомоту великолепное место рекомендовано к посещению а дальше у нас острова сообщества чтобы вы понимали это таити мурер и от это хохи не бора-бора и маупити то есть все эти острова это является островами сообщества также французские заморские территории давайте здесь мы с вами остановимся немножко более детально потому что все знают что такое бора-бора но насколько это круто мы уже показывали видео но если вы хотите сводку по всем островам вот время этому пришло и так плюсы островов сообщества это первое место когда вы попадаете в регион с нормальным ценообразованием есть большие сети магазинов такие как ашанка рефур в которых вы уже за более менее адекватные деньги можете купить продукты опять же тоже алкашка уже становится на какой-то уровень там плюс-минус окей с точки зрения ценника ну и на таити вы уже можете отремонтировать свою лодку потому что сервисы хоть и дорого но есть в принципе достаточно большое количество и вы уже можете сделать себе и ригинг и двигатели заказать какие-то запчасти и есть хорошие яхтенные магазины в которых вы можете купить их много и есть заказ доставка в общем в этом плане все окей сама таити ничего интересного из себя не представляет то есть точки зрения туризма ну как бы это такой больше перевалочный хаб из которого дальше люди летят уже в резорты нам как яхтсменам интересно с точки зрения нашей яхтенной инфраструктуры две марины марина по поэты и марина тайна это две марины на всем таити рядом есть буи это все расписано все занято мест нигде нет на якорь на таити стоять нельзя это новое правило регламентация и если нету места импровизировать вы можете конечно бросить якорь так стихийно к нам приезжает полиция могут впаять штраф но это больше будет из серии насколько вы сможете договориться насколько вы коммуникабельный у нас все нормально получалось но тем не менее да юры это запрещено то есть вы больше на якоре стоять на таити не можете только марины и только буи но это все расписано обычно на года вперед далее мы движемся на мурею мурея это такой еще остатки островочек нормального отношения к яхтсменам потому что вы можете на многих местах особенно на севере там где яхтенная комьюнити вы можете стоять и там есть куча развлечений во первых можно выбросить мусор очень важно потому что это реально большая проблема на островах society islands во французской полинезии если на туамоту это проблемы нету то здесь это большая проблема но на муреи она решаема есть паблик вот эти мусорные баки и туда в парках или рядом можно сваливать там есть сепарация мусора ну то есть все цивилизованно великолепный остров с хождениями на трейл в горы достаточно тяжелые развлечения но тем не менее если вам нравится такой туризм вам будет интересно дайв со скатами с акулами там рядом к вам приплывают киты вы можете взять экскурсию поехать с этими китами понырять то есть очень комфортно на рядом есть большой комьюнити можно вечером выходить в парк там с ребятами соседних лодок пить пиво в общем на муреи стоять окей дальше мы двигаемся на хуахин хуахин я бы сказал чем-то напоминает мне мурею потому что большой яхтенная комьюнити есть места где можно стоять стоянка на глубокой воде не самая комфортная но здесь еще не сильно гоняют за якоря хотя до юра это уже конечно здесь тоже запрещено есть несколько буев муниципальных и все больше вы нигде стоять не можете и главное вы на буях если вы его даже взяли не можете стоять больше трех дней не знаю как они это контролируют но правила такие с точки зрения выброса мусора проблемы нету с точки зрения закупки продуктов проблемы нету классная комьюнити дружелюбные люди великолепный островочек то есть мурия хуахин да наверное это вот два острова на которые стоит зайти ну наверно на все стоит зайти чтобы сложить свое впечатление но тем не менее движемся дальше райотея и таха это один большой атолл с точки зрения мест которые можно посетить это очень интересно например натаха коралл гарден который великолепный подводный сад с коралловыми рифами миллион рыбок косминоги в общем все это очень интересно и там еще можно стоять на якоре на райотея делать меньше там есть ботанический сад вы туда можете прийти но опять же везде якоринг здесь уже запрещен как и на таити есть определенные места где вы можете взять буй если вам повезет вы можете за него не платить нужно к вам никто не приезжает но в принципе это платный сервис поэтому скажем если возле ботанического сада там три бу я стоит и вы можете если это не сезон скорее всего будет они в доступности если это сезон то конечно же ничего не будет но там можно хотя бы стать на якоре и там на один день что мне очень интересное место для стоянки но как бы время провести можно но на самой райотея особенно делать нечего и самое главное что даже если вы приезжаете в столицу там купить продуктов то мусор выбросить негде вы будете возить мусор с собой выбросить его реально физические возможности нет поэтому очень спорно с точки зрения мест куда можно подойти провести время до неплохо с точки зрения инфраструктуры для яхтсменов это конечно же полный отстой поэтому не знаю сами решайте для меня это было не очень комфортно хотя день и например это очень понравилось дальше мы идем на бора-бора здесь посмотрите вот я ссылочку в углу экрана где здесь нет здесь в общем где-то будет фуклы экрана ссылочка народ бора-бора это просто кошмар то есть там делать нечего чисто туристическое место по 40 долларов в день буи стоят никуда вы лодкой ходить не можете все private то есть я не знаю что там делать в общем если хотите зайти можно но я считаю что это полный отстой просто waste of time waste of money поэтому на бора-бора вот мы делаем вот просто с точки зрения только негативные аспекты и делать там больше нечего дальше мы идем на маупити это один из наших любимых островов society islands потому что это великолепнейшее место с красивейшими бухтами с красивейшей горой находится в 20 милях от бора-бора и здесь есть и дайвинг и снорклинг и просто пляжный отдых и можно полезть на гору с великолепнейшим видом и все это достаточно компактная и если вы хотите там на один островок на 2 везде можно поехать и провести время и с утилизацией мусора опять же проблемы нету почему я об этом так серьезно говорю потому что когда вы живете на лодке у вас мусор накапливается его надо куда-то девать даже если у вас одни пластиковые бутылки и все равно надо куда-то деть рано или поздно вы должны придумать куда их выбросить если у вас есть какая-то возможность то окей если все сделано крайне плохо и неудобно это не окей в общем маупити это последний остров французской полинезии и это место великолепное и так резюмируем французскую полинезию маркезы хорошая природа делать нечего инфраструктуры для яхт нету томоту великолепное место где можно провести целый сезон ураганов и там хорошо с поставками конечно беда со сайте айлендс красиво цивилизованно развита хорошие сопла есть продукты все но отношение к яхтсменам такое что какого хера вы сюда приехали поэтому технически закупиться там сделать сервис лодки да можно но время проводят обычно яхтсмены в других акваториях либо очень выбирают где стоять пока еще там есть на эта возможность покидаем французскую полинезию и едем на острова кука мы сейчас делаем небольшой переход на 500 морских миль и самый первый остров на которой мы попадаем это айту таки напоминаю что это уже англоязычный регион потому что он был под патернатом новой зеландии сейчас то независимое государство экономически они используют валюту новой зеландии но монетки у них тем не менее своей такой отдых очень дауншифтинга вы можно погулять поездить по красивым островам красивые великолепные лагуны с точки зрения яхтинга ничего особенного на эту таки они сделали проход и сделали вот такой импровизированный маленький порт в которой зайти это просто жесть но тем не менее если скажем во французской полинезии для того чтобы понырять с китами вам нужно там как-то очень сильно изловчиться потому что это запрещено здесь вы просто на тузике поехали поныряли с китами и никто вам слова не скажет и никто ругаться за то чтобы к ним близко приезжает подъезжаете не будет а киты они вообще вот мы стояли когда на якоре перед входом на эту таки через этот пролив он приплыл к нам и выдохнул прямо возле нашего борта там метров в пяти поэтому это все находится ну это живая природа очень рядышком можно взять скутер проехать по всему допустим и ту таки можно пойти вниз на другие острова с точки зрения яхтинга еще раз повторюсь не очень интересно делать особенно ничего но если вот вы хотите так приехали допустим взяли скутер или машину проехали по острову там пару дней провели поменяли остров в таком формате окей с продуктами питания базовый набор продуктов есть воскресенье не работает ничего потому что здесь на одного жителя наверное одна церковь и воскресенье все ходят в церковь и там проводят время очень религиозная хотя конфессии там миллион от адвентистов седьмого дня до святых последних дней протестанты этих количества церквей больше чем школы супермаркетов вместе взятых только на одном и ту таки дальше мы двигаемся на отолл палмерстан очень интересное место я вам рекомендую посмотреть потому что у нас про палмерстан был целый ролик и мы показывали как живут на то ли люди они очень велками то есть добро пожаловать к ним вас встретят покормят напоят проведут экскурсию по острову все это бесплатно потому что так исторически повелось с момента открытия островом вильямсом мастер сам еще в 1800 там каком-то году и это был первый человек который стал жить на острове с момента открытия его капитаном куком в общем история прослеживается самого начала самого открытия данного острова не забудьте посмотреть этот ролик потому что это что-то вот уникальное на этой планете наверное с островами кука мы заканчиваем и дальше мы идем на маленький островочек который называется new и или не увей как они его называют это одно из самых маленьких государств в мире но это супер классный островок начиная от интересного подъема тузика на пирс и заканчивая невероятно интересными местами которые стоит посидеть на острове с точки зрения яхтинга у вас нету особых возможностей вы просто приезжаете ставите лодку на буй в яхт-клаб все остальное время вы проводите на берегу но на берегу 45 дней есть провести времени есть чем заниматься и это реально интересное место его обязательно нужно не пропустить видите мы как с вами двигаемся плавно в середину пасифика в общем дальше мы покидаем ньюи и нас ждет следующий переход всего каких-то 300 миль и мы попадаем на самый северный остров королевство тонго столица называется вова у в столице говорю сразу делать нечего хотя несмотря на то что сейчас королевство тонго развивается очень сильно и мне очень нравится изменения которые произошли с прошлой кругосветки которая была у меня реально поменялось много но тем не менее несмотря на то что улучшились условия вас рады видите в таможне и везде было плохо стало хорошо это реально очень круто но тем не менее делать там нечего только купить продукты и собственно все а дальше тонго это супер места для посещения на диких островах на которых никого нет крайне рекомендую не пропустить данную акваторию потому что тонго это сотни морских миль песчаных банок маленьких островочков начиная от островочка на котором растет всего лишь там две пальмы и заканчивая просто песчаной банкой которая уходит на приливе или остается на приливе и таких вот островов просто тысячи вы можете остановиться на одном на другом на третьем и так провести безлимитное количество времени хоть год вы здесь будете ограничены только вашими фантазиями желаниями и ресурсами но после того как вы уже прошли по этим всем островочком прикол еще в том что они все находятся за барьерным рифом внутри и выходите постоянно на хорошем ветру по абсолютно ровной воде это очень редко так получается при океанических офшорных переходах но тем не менее вы дальше попадаете внуку алоуфу это столица королевства тонго вы можете купить хороший провизженинг здесь для себя и дальше двигаться дальше потому что если вы провели время на красивых островах закупились в столице дальше у вас есть два пути вы либо идете на фиджи либо идете вниз в сторону новой калейдонии но тогда вы попадаете на минерва риф сейчас я вам расскажу про два этих варианта по 2 этих опций давайте с начнем с северного маршрута ну что давайте поработаем над альтернативным маршрутом мы также выходим из панамы и также двигаемся на галапагосы после галапагос у нас опять идет оффшор напоминаю что это тихий океан и он бывает разный три или три с половиной тысячи морских миль от галапагос до маркес первая остановочка там далее мы двигаемся на туамоту и после туамоту на острова сообщества таити бора-бора дальше передвигаемся на острова кука нювей и переходим на тонга а вот после тонга мы двигаемся на север фиджи вануату соломоновые острова и попуа новая гвинея уже через северные маршруты ну и далее заходим в саронг это уже индонезия также десять тысяч морских миль по северному маршруту мы идем на фиджи у вас есть два варианта первый это вы заходите на вити леву потому что напоминаю что на фиджи вы не имеете права зайти ни на один островок до того как вы не сделаете чекин вити леву сува столица фиджи является таким индийским анклавом в котором приезжают к вам индусы со всей своей сложностью с оформлениями их приезжают много несмотря на то что это все-таки фиджи и там это не индия так плюс-минус более-менее окей будьте готовы что вам придется потратить достаточно много времени на оформление и вы проведете много времени общаясь со всеми этими службами для того чтобы пройти чекин территории фиджи но после этого вы уходите с этого великолепного вити леву но основное время которое вы проводите на фиджи это путешествие по маленьким островам которые с одной стороны они такие же как на тонго только с деревьями красивые побольше на большинство живут люди на фиджи люди проводят достаточно много времени и скажем если австралия новая зеландия на сезон обычно уходят на фиджи либо в королевство тонго проводят время и когда сезон заканчивается возвращаются обратно то есть это стандартные маршруты которые люди которые в этой акватории в южном пасифике живут этими маршрутами они двигаются следующие за фиджи это вануату вануату это очень развитая страна они взяли очень много от американцев от европейцев французов сделали такой симбиоз в общем все очень четко все очень профессионально ну и я не могу сказать что вануату прямо какое-то великолепное место кстати в этот раз мы пропустили за счет сезона и фиджи и вануату но на сайте на моем есть текстовом описании вы можете почитать посмотреть потому что там реально очень много материалов очень много реально интересной информации было но вот в общем фиджи и вануату они чем-то схожи по акватории и но хотя скажем вануату наверное более развита туда же приходит там круизный корабль в их столицу но вы все равно будете проводить время на маленьких островочках которые либо обитаемые либо необитаемые либо маленькие деревушки на них находятся то есть дальше мы переходим в сторону папуа но этот эту акваторию вынесем отдельно потому что на нее можно зайти как севера так и с юга а сейчас мы возвращаемся с вами опять на королевство тонго и идем по южному маршруту через минерва риф в сторону новой зеландии после тонго мы движемся на юг в сторону новой зеландии на минерва риф и в новую калейдонию и после новой калейдонии заходим в порт морсби это папуа новая гвинея здесь наши маршруты сходятся с нашим северным путем только мы идем по югу папуа и так сейчас мы смотрим на направление новой зеландии потому что от королевства тонго до новой зеландии 800 миль и как я вам уже говорил это является основным направлением для людей которые живут новой зеландии на сезон по дороге на в новую зеландию есть минерва риф великолепный атом на котором совершенно нет земли с интересной историей про все эти места мы вам рассказывали в наших видео поэтому все ссылочки будут в описании просто зайдите откройте видео и почитайте либо плейлист тихого океана интересное место тем что там нет людей и в лучшем случае там если вы идете в сезон может быть там одна или две лодки на весь огромный атолл но скорее всего вы там будете совершенно одни и вы можете понырять и с акулами со скатами с половить рыбу поохотиться найти лобстера в общем место реально стоит посетить тем более по дороге провести несколько дней а если еще и погода плохая можно ее переждать потому что все таки эти атоллы они имеют барьерный риф они ограждают вас от реально больших волн если вы будете в офшоре далее вы можете двигаться после минервы в сторону новой зеландии здесь про новую зеландию я вам не расскажу я там не был но я вам расскажу про новую калейдонию потому что новая калейдония это было наше открытие и для меня это конечно был приятный сюрприз потому что все что я знал про новую калейдонию оказалось что я не ничего не знал новая калейдония это супер развитый регион это по ощущениям что вы приехали в какую-то ницу или каны и все настолько развито удобно все привычные магазины все машины там кори фуры все привычные сервисы европейские то есть вы находясь в новой калейдонии вы забываете что вы находитесь на острове хотя и большом острове который 500 километров в длину помимо развитости внутри города в нуме и вы можете поездить по стране и там есть великолепнейшие места которые рекомендованы к посещению такие как ривьер blue maiden waterfalls и очень много мест которые просто стоит посетить и реально интересно с точки зрения яхтинга внутри большого рифа вы можете становиться на буи которые муниципалитет поставил это паблик буи можете пользоваться в нуме стоять на якоре практически негде и но вы стоите в маринах и марины в принципе доступные по цене на лодку такую как у нас по длине 620 долларов американских в месяц обойдется у вас стоянка что в принципе для такого шор термо вполне неплохая цена и доступно но новая калейдония сама по себе страна очень дорогая поэтому надо этот момент учитывать ладно мы сейчас сходим в одну точку дальше папу а новую гвинею если вы идете с вануату скорее всего вы будете попадать на север попу а это ковер краба уль и туда в сторону индонезии вест попу а места интересные потому что здесь живут люди которые как и тысячу лет назад не пользуются там двигателями внутреннего сгорания если на островах таких как манус это все реально небезопасно а здесь у стоит уже говорить о безопасности потому что вы попадаете в реально бедный регион у которого 40 процентов жителей живут за чертой бедности и это нужно понимать на островах на маленьких островах все очень безопасно и если вы приходите к людям с открытой душой вас встретят вас накормят вам помогут поэтому подходите на базовом уровне понимания добра и зла к людям когда вы приезжаете и все у вас будет хорошо если мы заходим с новой калидонии либо с юга вануату мы попадаем в порт морсби который для нас тоже было части открытием мы читали очень много информации о том что это супер небезопасный регион о том что ну в общем вы придете и все муэрту в общем оказалось все не так конечно же порт морсби это столица и она входит в список наверное лидирующий тройки самых опасных городов мира но если скажем там в каком-то каракасе по-английски это называется гонпойнтинг когда к вам приходят и типа давай кошелек то в порт морсби скорее всего больше такой пикпокетинг когда из кармана выдернут кошелек и убегут то есть такого прямо бандитизма там нет но нужно понимать соблюдать какие-то общие правила безопасности не ходить там телефон в руке держать там деньги котлету не считать но вы попадаете уже в регион где есть и супермаркеты и в принципе особенно там гулять и негде вы берете такси едете туда куда вам нужно ездить там в порт морсби совершенно некуда только по делам скупиться заправиться там какие-то вопросы порешать и дальше вы выходите и двигаетесь в сторону индонезии а вот уже азиатский регион либо регион микронезия в данном случае мы рассматривать не будем потому что мы с вами перешли весь тихий океан от панамы до азии азия это уже будет отдельное видео отдельное видео которое мы будем вам дальше показывать сейчас давайте подрезюмируем весь тихий океан и так народ мы прошли с вами сейчас 10 тысяч миль от панамы потом южный тихий океан через маркезы туамоту society islands острова акука ньюи тонго фиджи вануату новая калидония со всеми остановочками и подошли к попу новой гвинеи а из нее уже дальше подошли в индонезию и так что я могу сказать из тех мест которые нам реально понравились это наверное туамоту потому что туамоту это великолепные места где право проводить время интересно классно и у вас есть большое разнообразие ваших развлечений дальше мой любимый остров ньюи так тут конечно вы много времени провести не сможете но приехать и посмотреть на вот эти великолепные скалы и просто на вот такую цивилизованную туристическую инфраструктуру вот это new или new way королевство тонго это тоже что-то невероятное потому что вы после того как вы побывали в французской полинезии в цивилизации стоите с этой бора-бора дурацкой вы попадаете на абсолютно великолепные безлюдные пляжи на которых вы можете проводить время там не знаю с пинаколадой сидя на пляжике либо там жаря рыбу только что пойманную в общем это просто такой дикий отдых ну и дальше уже вы попадаете в азию то есть если мы говорим о точках которые я бы рекомендовал остановиться конечно же новая калидония хотя она вынесена такая немножечко вниз но это место где вы можете перевести дух почувствовать себя в европе и если скажем на таите вы чувствуете себя все-таки в полинезии потому что совсем другое отношение к яхтингу то в нуме и в новой калидонии все совсем по-домашнему совсем комфортно это то место вы знаете что если вы общались когда-то с французами вы пытаетесь минимизировать свои общения с французами потому что но всегда не очень самое лучшее в мире отношения к другим особенно к англоговорящим но новая калидония это совершенно исключение и это то место которое немножечко поменяла моей мою ментальную программу я даже может быть поучу французский язык просто за счет того что великолепные люди в новой калидонии мне было бы интересно с ними говорить на одном языке так друзья мы с вами этот выпуск уже завершаем подписываемся на канал проверяем колокольчик напоминаю что у нас есть телеграм-канал для того чтобы туда попасть телеграм-канал закрытый нужно пройти бот ответить на вопросы если мы видим что вы с нами на одной волне добро пожаловать если мы с вами не на одной волне ну значит вы сами по себе мы сами по себе подписка колокольчик telegram бот мы там постим в телеграм-канале очень много всего интересного прямо вот от здесь и сейчас так как у нас есть интернет постоянно в движении есть возможность с вами делиться интересной информацией все друзья до встречи в следующем выпуске наш азиатский регион ждет и нас и вас и дальше будет много всего интересного пока